Привет, друзья! В этом видео поговорим пусть о не самых ожидаемых играх, но вполне вменяемых и в которых можно весело провести время. Готовы узнать, во что стоит поиграть? Тогда лайк сейчас, комментарий потом и мы начинаем. Soul Park Snow Day, созданный по мотивам одноименного мультсериала «Ролевой экшен», где вы сможете примерить на себя образы полюбившихся персонажей и сопроводить их в безбашенных приключениях. Из-за самой сильной метели за последние десятилетия учебу в школе отменили, и ребята решают провести этот день с пользой. Отправляйтесь на заснеженные улочки Южного парка и сделайте все возможное, чтобы спасти город от вечной зимы. Присоединяйтесь к Картману, Стэну, Кайлу и Кенни в трехмерной интерпретации уже известного мира, чтобы отпраздновать День Снега. Игра предлагает хаотичный и безбашенный геймплей, где исход зависит от вашего умения быстро двигаться и также быстро наносить удары по противникам. Ловко перемещайтесь по карте, чтобы не угодить в ловушку или не попасть подражеский огонь, а вместе с тем уничтожайте каждого, кто встанет на вашем пути. Пригласите людей для совместного времяпрепровождения и насладитесь увлекательным игровым процессом в компании до 4-х человек. Помните, что каждый герой имеет ряд уникальных особенностей, которые сыграют на руку при командной работе. Создавайте необычные связки и зарабатывайте очки опыта, открывайте новые умения и способности. Шикансен Зиро. Хоррор, где вам предстоит исследовать этот самый Шикансен. На первый взгляд он выглядит как типичный сверхскоростной поезд, но совсем скоро главный герой понимает, что столкнулся с чем-то сверхъестественным. Но с чем именно? Это вам и предстоит узнать. Геймплей Шикансен Зиро на первый взгляд кажется понятным. Вам потребуется пройти через определенное количество одинаковых вагонов, но если что-то в окружении покажется вам странным или предметы будут меняться местами, то стоит вернуться назад. Всего в игре существует две концовки, хорошая и плохая. Исход зависит исключительно от того, совершали ли вы ошибки во время прохождения или вам удалось справиться со всеми заданиями одним махом. Хонтед Ворнинг. Забавный хоррор от первого лица с поддержкой кооперативного режима с участием до четырех человек. Платформа SpookTube в ожидании новых сетевых звезд, которым суждено стать именно вам. Хватайте камеру и спуститесь глубоко под землю, чтобы столкнуться с необъяснимыми явлениями и паранормальной активностью. Снимите происходящее на камеру, а после залейте видео в сеть, чтобы доказать всем скептикам существование паранормального. Несмотря на хоррор составляющую, игра принесет море самых разных эмоций, в частности веселье. Соберитесь вместе с друзьями и снимайте друг друга на камеру, чтобы получился полноценный фильм, придумывая различный интерактив с окружением и не только. Процедурная генерация подземелий гарантирует, что не будет двух одинаковых заходов, из-за чего вы раз за разом будете совершать все новые открытия. Также учитывайте, что чем дольше вы находитесь в этом месте, тем больше сверхъестественных событий происходит, а аномалии становятся агрессивнее, из-за чего не все смогут вернуться на поверхность. Эндер Монголия, Блум ин зе мидс. Метроидвания, отличавшаяся за счет динамичного геймплея и увлекательного повествования. Дымная страна стала настоящим оплотом высоких технологий за счет своего удачного расположения на залежах магической энергии. Именно благодаря колдунам удалось вывести Гомунку, уникальный вид, который должен был стать следующей степенью эволюции. Но те сошли с ума и обрекли жителей на настоящий кошмар. В качестве лайвок вам придется заключить договор с единственным существом, чей разум не оказался замутнен, и отыскать способ спасти как можно больше Гомунку. Игра продолжает сюжетную ветку Эндер Лайнерс и предлагает игрокам заново познакомиться как со старыми персонажами, так и открыть для себя абсолютно новых героев. Преимуществом игры является то, что из-за грамотно выстроенного повествования для ее прохождения новичкам не требуется проходить предшественницу. А те, кто знаком с оригиналом, запросто откроют в новой истории еще больше интересных особенностей и строения фэнтезийного мира. Игровой процесс строится на исследовании вручную созданных локаций в поисках припасов и умений. Участвуйте в зрелищных схватках с самыми разными противниками и оттачивайте свое мастерство владения оружием. Ловко перепрыгивайте по платформам и используйте окружение, чтобы не угодить под вражеский удар. Булвэк Фалконер Кронидслайз – градостроительный симулятор, где главной задачей игроков является строительство городов. Особое внимание уделяете не только внешнему виду, но и уровню защиты от вражеских атак. Действие происходит в Великой Урсе, в фантастическом мире, где происходили события в Фалконер. Игра держится на двух китах. Первый – строительство, что отличает эту игру от других, так как отсутствует выбор типа здания. Вместо такой функции авторы добавили параметры размера и направления расширения. Вскоре здания возводятся, соединяются с другими и изменяются. При строительстве учитываются как эстетические, так и защитные возможности. Второй столб игры – защита крепости от противников под предводительством могущественного дракона. Со временем игроки получают ресурсы, членов правления и специалистов. Благодаря им открываются новые юниты типа построек, а крепости становятся красивее и мощнее. Графический фон имеет характерный мультяшный, но в то же время мрачноватый стиль. А уникальная особенность заключается в скромном интерфейсе. Миленея – впечатляющая своими масштабами глобальная пошаговая стратегия в формате 4Х, где вы вместе со своей страной пройдете путь от зарождения человечества до далекого мира будущего с его исследованием космоса и межгалактическими путешествиями. Задайте траекторию развития своего государства, участвуйте в захвате новых территорий и не прекращайте развиваться, ведь только так можно оказаться на вершине. Проверьте ваше стратегическое мышление на практике и оттачивайте его вместе с увлекательным геймплеем. В игре вам придется начать с самого нуля, где на ваших глазах небольшое поселение нянзертальцев превратится в город, а после и разрастется до масштаба страны. Задайте нацию уникальный характер и национальные и культурные особенности, которые и станут вашей отличительной чертой, а после напишите уникальную историю. Принимайте сложные решения и направляйте развитие в правильное русло. За счет своей нелинейности и огромного количества различных комбинаций, каждый ваш новый забег не будет похож на предыдущий. Исследуйте доступные механики, освоите экономические процессы, а также решайте, будете ли вы решать конфликты лязгом в стали и крови, или же предпочтете дипломатические отношения. Сентри. Стилизованный под ретро-шутер от первого лица с динамичными перестрелками со смертельными противниками. Земля пала после прибытия инопланетных захватчиков. Немногочисленным людям удалось занять космические корабли и отправиться в полет без точки назначения в попытках оторваться от злодеев. Примерьте на себя роль члена программы защиты, которого вывели из состояния статиса для защиты людей от нападения пришельцев на ваш ковчег. Используйте все подручные средства, чтобы не дать противникам пробаться в камеры с человеческим грузом. Захватывающий и многогранный геймплей не оставит никого равнодушным за счет разнообразия активности. В игре у вас будет не только личное оружие, но и различные турели и прочие установки для атаки по областям. Настройте их в зависимости от уровня угрозы и расположите в правильных местах, чтобы обезопасить некоторые входы и выходы от врагов. Прохождение будет состоять из нескольких отличающихся между собой по сложности кампаний, которые в дальнейшем вы сможете переигрывать. За успешное прохождение вы получите случайное вознаграждение в виде модификатора на оружие, который останется с вами до самого финала. Создавайте комбинации и экспериментируйте в попытках достичь желаемого результата. Outpost Infinity Siege. Оригинальный гибрид из шутера от первого лица и бешеные защиты в научно-фантастическом сеттинге. Вы вместе со своей командой оказались на далекой планете, где агрессивная окружающая среда представляет серьезную угрозу для вашего выживания. Объединяйте свои усилия вместе с лучшими бойцами и грамотно распоряжайтесь имеющимися у вас ресурсами, чтобы выжить и преуспеть в своей миссии по освоению чужих земель. Наслаждайтесь многочисленным выбором уровня сложности в зависимости от вашей подготовленности, а также целей, которые вы преследуете. Геймплей предлагает создать различные сооружения, а также использовать боевых роботов, чтобы защищать имеющуюся территорию от инопланетных захватчиков. Поэтому грамотно распоряжайтесь имеющимся оружием для достижения поставленных целей. Кооперативный режим дает возможность пригласить друга для совместного времяпрепровождения. Объединяйте усилия выбранных героев и создавайте необычные связки язык умений, извлекая максимум из сложившейся ситуации. Monsters Daemon. Это классическая ролевая игра в духе темного фэнтези с оригинальной задумкой. Ведь вам предстоит стать не героем, который уничтожает полчища потусторонних созданий, а монстром, который охотится на тех самых, ничего не страшащихся рыцарей. Уничтожайте каждого, кто решит пойти в вашу обитель, а также собирайте сокровища, которые по праву являются вашей собственностью. Расправляйтесь с самыми разными бойцами, начиная от случайно забрежных искателей приключений и заканчивая элитными войсками короля. Становитесь сильнее с каждым боем и наглядно продемонстрируйте, на что вы способны. Пройдите насыщенный путь и начните свое приключение в качестве маленького скелета, а закончите огнедышащим драконом. Сложно назвать эту игру обычным РПГ, ведь в ней присутствуют элементы симулятора. Сделайте все возможное, чтобы в ваше подземелье не проник ни один неизвестный гость, а для этого придется нанимать и обучать дополнительных существ. Расставляйте их в ключевых местах, а также приходите на подмогу, если потребуется помощь. Используйте ловушки, а также придумывайте более изращенные способы, чтобы ни один воришка не проник в ваше логово. Придумывайте необычные связки между навыками, а также не забывайте про пассивный эффект от найденных артефактов, ведь они станут решающими в очередной битве. Учитесь и экспериментируйте, ведь игра дает огромный спектр возможностей для воплощения в жизнь самых смелых идей и задумок. Но план B это смесь симулятора и стратегии, игра в которой вам придется руководить отрядом оперативников, выполняющих самые сложные задания по борьбе с организованной преступностью и террористами. Суть игры описать легче простого, вы руководите отрядом оперативников и бойцов спецназа, которым предстоит выполнять самые сложные задания, связанные с устранением террористов. Но руководить вы будете с высоты птичьего полета, управляя не самим боем, а лишь тактикой и планом. Вы главный состоитель плана атаки, и вам нужно сделать все возможное для того, чтобы ваши бойцы смогли справиться с поставленной перед ними задачей. Есть огромное количество миссий и заданий, которые вам придется проходить. Где-то это могут быть грабители, запертые в здании банка или террористы, устроившие перестрелку в центре города и вам придется разбираться со всеми этими ситуациями без исключения. И желательно с минимальными потерями и лучше вовсе без них. А еще в ноу план B вам придется постоянно экспериментировать, использовать новые виды вооружений и вспомогательных гаджетов. Правда ресурсами можно управлять только перед началом миссии. В середине задания не получится поменять снаряжение и оружие, так что старайтесь заранее предусмотреть все до мелочей. Вот и подошло к концу мое видео о новых играх, в которые можно уже поиграть. Надеюсь, что вы найдете в этой подборке что-то интересное для себя. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться видео с друзьями. До новых встреч и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok